Привет, это канал Black Orange и в этом выпуске мы рассмотрим 13 масонских и сатанинских символов, которые скрыты в логотипах известных брендов. Поехали! На 13 месте расположился всем известный логотип немецкой автомобилестроительной компании Audi, между кольцами которого, как бы не взначай, притаилось сатанинское число зверя 666. 12 место занимает логотип японских автомобилей Mazda, хотя официально он и отображает крылья на фоне солнечного диска, тем не менее этот логотип имеет огромное сходство с совой, символом тайного общества поварских иллюминатов. 11 позицию нашего рейтинга занимает логотип итальянского производителя автомобилей премиум класса Alfa Romeo, на котором красуется зеленый змей, пожирающий младенца, что является древним символом глумления над всем христианством. На 10 месте эмблема многими любимой сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Ничего странного, скажете вы, но стоит только повернуть эту эмблему на 90 градусов, как перед нами появится отчетливо различимая цифра 13, которая очень часто встречается в масонских символах и является числом сатаны. На 9 место вливается известный энергетический напиток Monster. На первый взгляд логотипом этого продукта являются три следа от когтей, но люди, знающие иврит, вряд ли станут покупать этот напиток, так как на их языке эти самые следы от когтей представляют не что иное, как 666. Идем далее. На 8 месте пачка самых известных сигарет в мире, а именно Мальбора, прямо посередине которой расположилась масонская пирамида с глазом, а под ней в виде удлиненных латинских букв L и B красуются столбы, символизирующие в масонстве врата для посвящаемого. На 7 место попадает логотип крупнейшей нидерландской всемирно известной пивоваренной компании Heineken, при повороте которого на 180 градусов сразу в глаза бросаются зловещие три шестерки, дьявольская пентаграмма. 6 место занимает эмблема Европейской организации по ядерным исследованиям. Даже не напрягая мозг, на этой эмблеме можно заметить сложенные в кучу три шестерки. Напомню, именно эта организация построила знаменитый адронный коллайдер, одной из целей которого является изучение доселе неизвестной науки темной материи. Место номер 5 занимает европейский мобильный оператор Vodafone. Три капельки в виде шестерок, на логотипе которого бросаются в глаза даже ленивому. И к тому же один в один такая же капелька встречается на символике печально известной организации Куклус Клан. 4 место. Если взять всем знакомый логотип DVD и перевернуть его вверх тормашками, перед нами опять окажется масонская пирамида, над которой зависло всевидящее око. Бронзовым призером нашего рейтинга становится лучший в кавычках браузер интернет-эксплорер. Что не так с ним спросите вы? Сейчас я разложу все по полочкам. Во-первых, круглая латинская и голубого цвета с кольцом вокруг напоминают планету Сатурн. Во-вторых, если повернуть вверх ногами этот логотип, то получится цифра 6, а именно шестой планетой от Солнца является Сатурн. И в-третьих, почти во всех древних мифологиях Сатурн является планетой Сатаны. Второе серебряное место получает логотип один из самых лучших, теперь уже без кавычек, браузеров Google Chrome. В цветастых значок которого все-таки просочилось проклятое число зверя. И наконец мы дошли до первого места нашего рейтинга. Но перед оглашением победителя хочу показать вам фото масонского собрания, на котором участники стоят под перевернутой звездой и с фартуками в виде большого красного конверта, который является одним из самых главных символов в масонстве. Ничего не напоминает? Тогда дальше без комментариев. На этом все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Black Orange. До скорого! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...